Ребята, всем привет! Я хочу поделиться с вами небольшим фрагментом одного из занятий шестого сезона, где я объясняю, у ребят, по-моему, там уже больше половины занятий прошло, и мы отрабатываем рациональный диспут, мы отрабатываем искажения. И когда мы перешли к отработке одного из искажений о невыносимом дискомфорте, мне пришла в голову интересная история, это была импровизация, я хотел поставить себя в состояние дискомфорта, при этом сохранив рациональное мышление, и показать ребятам, как можно импровизировать, даже когда вам очень, мягко говоря, дискомфортно. Поэтому то, что вы сейчас увидите, я не сошел с ума, все хорошо, это была просто творческая импровизация для того, чтобы показать вам, что какой бы у вас не был дискомфорт, как бы вам было некомфортно, неприятно, вы должны учиться сохранять трезвость ума, гибкость ума, и думать рационально. Да, возможно, вам некомфортно, да, возможно, вам неприятно, и возможно, что-то вам мешает, вы все равно не должны поддаваться на эти раздражительные факторы. Да, возможно, мне придется потерпеть, да, возможно, будет так-то, но ясность рационального мышления все равно сохраняется. Посмотрите этот фрагмент, кто-то посмеется, кто-то покрутит пальцем у виска, но те, кто были на занятии, они поняли для себя все, что им необходимо. Я предлагаю вам присоединиться к седьмому сезону, к разбору кейсов, и вы получите такой объем информации, такой объем мотивации, что вы справитесь. Давайте закончим этот Новый год так, как вы всегда мечтали. Перестаньте страдать вашими расстройствами, начните действовать. До встречи на седьмом сезоне и до встречи на разборах кейсов. Увидимся. Смотрите внимательно. Давайте возьмем три состояния. Газ, твердое, жидкое. Давайте вот это больше нам поможет. То есть, плазма – это слишком высоко, Сергей, для нас. Давайте возьмем три простых состояния. Газообразное, твердое и жидкое. Вот этот момент, он очень важный. Окей? И когнитивная терапия вас не учит быть говном в проруби. Мы подстраиваемся под обстоятельства. У нас есть семь искажений, которые заставляют вас быть, например, куском льда вот в этом самом стакане. Не прикольно, да? Если вы налиты стакан и обстоятельства – это стакан, то вам надо принять жидкую форму для того, чтобы заполнить эту чашку и быть в гармонии. Если эта чашка помещена в мороз, вам придется изменить кристаллическую решетку и стать твердым. Если очень жарко и обстоятельства изменились, вам придется стать паром. Если… ну и так далее. Понятно? То есть, вы должны с помощью когнитивной терапии научиться амортизировать обстоятельства, а не сопротивляться им. Все это поняли? И вот у нас есть ложествование, оценочное суждение, катастрофизация, перфекционизм, чтение мыслей, обобщение и невыносимое дискомфорта. Когнитивная терапия – это не имбецилы. А мама сказала, было бы лучше, но я это не означаю. Тебя пиздят, а ты такая, было бы лучше, если б меня не хуячили. Но я прекрасно понимаю, что все люди разные. Ну, было бы неплохо, если бы меня сейчас не убивали, но я имею право. Но не так же, ребята. Если вы понимаете, что ситуация требует дать в бубен или хотя бы как-то обороняться или убежать, надо действовать по ситуации. В этом нет проблемы никакой. Но если вы понимаете, что просто обычные ситуации, где что-то говорят люди, где люди что-то делают, вас задевает, задевает, это означает, что вы не можете самортизировать, вы как камень. Поэтому амортизация – это более правильное понимание. Ясно? Как из трека «Гуфа» или кто он там, не помню, «Будь водой, друг мой». «Будь водой, друг мой» – это цитата Брюса Ли. Кто такой Гуфа, я не знаю. А вот кто такой Брюс Ли и его философия Винчунь, как бы я её изучал. И Даджесу тоже. Брюс Ли в этом смысле очень хороший показатель, что такое гибкость, потому что если кто-то занимался боевыми искусствами и изучал тему Брюса Ли, то какой был стиль у Брюса Ли, как у бойца единоборств? Ребят, я не отклонился, это когнитивная терапия. Кто изучал философию? Молодцы, стиль без стиля. Да? Ну, не совсем кунг-фу. Нет, Винчунь – это стиль без стиля. И Брюса Ли философия заключалась в том, что когда боец какой-то определённой школы, он как камень. Он не может подстроиться под обстоятельства. Понимаете, о чём говорил Брюс Ли? И его стиль назывался импровизационный, поэтому все его вот эти... Это история некого импровизации. Где нужно, он действовал с помощью подручных средств, с помощью каких-то внутреннего состояния, но это не было какой-то школой или стилем. Это был стиль без стиля, без стиля, где человек, где боец импровизировал по ситуации, решая задачу. Понятно? Вот мы с вами имеем такой небольшой пример философии Брюса Ли, где у вас есть просто набор технических приёмов, и что бы ни произошло в вашей жизни, кто-то умер, кто-то что-то сказал, что-то произошло, вы постоянно как-то обтекаемо пытаетесь к этому приспособиться. Было бы неплохо, я понимаю, да, жаль. Я сейчас могу разбить этот телефон. Вот, ну, сейчас я бить его не буду, могу что-нибудь там сломать, я не знаю. Ну, давайте вот так сделаем. Например, вот у меня есть вода. Да? Видите воду? Вот есть вода. В жизни может происходить всякое. Да? И мы не должны относиться к этому, ну, каким-то странным образом. Например, надо понимать, что бывает всякая хрень, и было бы неплохо, если бы не было и не происходило всякой херни в нашей жизни. Если вы хотите, я одет был как бы, да? Ну, вот. Но в жизни бывает всякое. Да, мне сейчас очень пипец как некомфортно, потому что я сижу перед вами, и у меня, мягко говоря, все очень неприятно. Я к чему? А к тому, что есть понятие дискомфорт. Не все в нашей жизни может быть комфортно. Иногда приходится потерпеть, иногда приходится справляться с обстоятельствами, которые не очень комфортны для нас. Но мы понимаем, что это меня не убивает, это меня никак не сломит. Да, есть дискомфорт, да, неприятно, да, придется потерпеть, и как бы не очень комильфо, но, черт побери, так бывает всякое. Может быть, жарко, может быть, холодно, может быть, где-то мне придется потерпеть и напрячься. Ничего страшного в этом нету. Понимаете? Например, вот есть Кока-Кола. Бывают в жизни ситуации, в которых происходит очень много некомфортной хуйни. Очень много того, что для нас очень некомфортно. Но мы прекрасно понимаем, что все это нас не убивает, потому что в жизни бывает всякое. И нет в этом ничего ужасного. Если мы, блядь, постоянно будем преувеличивать значимые события, будет очень плохо. А вот Бёрн. И ничего страшного нет в том, что нам дискомфортно щипят глаза. И приходится терпеть. Терпеть приходится очень-очень разные вещи. Как выглядит дискомфорт? Толерантность к дискомфорту очень важная вещь. Потому что именно через дискомфорт вы тренируете характер. Вы тренируете очень многие вещи. Все это понимают. Мне пиздец, как сейчас дискомфортно, ребята. Я вылил на себя пол-литра воды, пол-литра Кока-Колы и ещё Бёрн. У меня здесь всё практически плавает вместе со мной. Не очень комфортно. Но я хочу, чтобы вы поняли, что в жизни бывает всякое. Где-то нам придётся потерпеть. Где-то нам придётся понимать, что надо будет справляться с чем-то. Но это не означает, что это ужасно. Понятно? Током может долбануть, наверное, но всякое случается. Вырезать этот фрагмент про дискомфорт? Хорошо, я подумаю. Но на самом деле, если этот фрагмент вырезать, это будет забавно. Давайте вернёмся к дискомфорту, как бы мне не было. Мне сейчас очень мокро и очень неприятно. Но всё, что развивает вас, всегда идёт через дискомфорт. Всё, что растит в вас личность, всегда идёт через дискомфорт. Имейте это, пожалуйста, в виду. Всё, что с вами происходит, это всё через дискомфорт. Понятно? Если вы хотите, помните, мы в прошлый раз или когда-то там об этом говорили, что если вы хотите комфортной терапии и комфортных изменений, ай, так не получится. Не получится комфорта. всё развитие всегда будет идти через не хочу, через не могу, через определённое преодоление неприятных ощущений. Где-то вам придётся потерпеть, где-то вам придётся своё эго припустить со словами. Ну да, могут говорить так-то и могут говорить то-то. Ну а вот Бёрн был последний и, конечно, зря, но ладно. Всякое бывает. Поняли, что такое невыносимый дискомфорт? Толерантность к дискомфорту. Насколько вы способны ставить себя в неудобной ситуации? Насколько вы способны выдерживать и преодолевать физиологический, физический и моральный дискомфорт? Я вам честно могу сказать, я этого не планировал. Просто я когда перешел к понятию, как объяснить вам толерантность дискомфорту, ничего не оставалось, как попытаться вот так это объяснить, коли уж мы про Брюса Лиза говорили. Примерно понятно, что я имел в виду? А многие люди пытаются достичь изменений исключительно из концепции комфорта. Они хотят преодолевать все комфортно. Агорофобию комфортно, панические атаки комфортно, диалог с мужем комфортно, принятие решения комфортно и так далее. Мне мой календарь напоминает, что мне 4 часа надо работать над книгой. Спасибо большое. Ясно? Прекрасно. Теперь смотрите, как мы объединяем... Ой, как дискомфортно. Ай, мокро. Ха-ха. У-ху-ху. Может, еще повторить? Воду все вылил. Клево. Не надо повторять это, да, как бы я не про это вам хотел сказать. Когда ты сидишь весь сладкий, сладкий и мокрый, это пипец как некомфортно. Вряд ли какой-то нарцисс позволил бы себе так поступить. Но мы сейчас не об этом. Ладно. И липкий, да, печатать неудобно. Смотрите, я вам говорю, я уже лизал, чего я только не лизал в своем кабинете? Приходилось, когда ты работаешь с невротиками, с ОКРщиками, приходится лизать ботинки, полы, руки, ноги, засовывать себе моль в уши. Чего мы только не делаем. Но я лизать перед вами сейчас ничего не планирую. Не радуйтесь. Значит, что нам надо сделать сейчас? Нам с вами нам с вами надо сделать кто-то оплачивает опять уже участие в тренингах. Вас так вдохновила мой кока-кольный душ? Спасибо. Нам с вами сейчас надо сделать некую систему. Поэтому давайте я попишу кое-что, а вы со мной вместе. Мы импровизируем. поехали. Я хочу, чтобы вы мне понакидывали некие... Я буду терпеть дискомфорт. И я сейчас в этом всем дискомфорте липком и непонятном буду рационально мыслить. Накидывайте мне ситуации с автоматическими мыслями, а точнее с убеждениями и я не задумываясь ни секунды буду сейчас импровизировать и буду это делать на протяжении 10 минут без перерыва. Поехали. А вы запоминаете. Давайте. Не про дискомфорт, про любые ситуации. Мне нельзя терпеть дискомфорт, так как сахар поползет вверх. Нет. Про сахар я не буду ничего писать. Заебали меня с вашим сахаром уже. Так, стоп, 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 стоп. Да, блядь. Убеждения из третьевой колонки. Па, дерял, па, дерял. Пиздец. Жена засталась любовницей. Убеждения, ребят, я не должен, он должен, иначе это означает. Вот, Марина, молодец. Мариночка, спасибо вам. Я должна быть здоровой, в моем возрасте стыдно быть какой-то больной. Было бы неплохо, если бы я имела идеальное здоровье. Но я прекрасно понимаю, что в моей жизни может быть всякое. И если у меня не получается быть идеально здоровой в моем возрасте, это вовсе не означает, что я плохой человек. Да, я имею право на свой дискомфорт, и я имею право на то, что мне будет не всегда идеальное здоровье. Кому я что должна? Я обычный человек, и я в любом возрасте имею право на свои болезни, и это вовсе не доказывает, что я плохой человек. Если я опаздываю на поезд, меня уволят. Было бы, конечно, неплохо, если бы я не опаздывал на поезда. Но я прекрасно понимаю, что я еще не знаю, уволят меня или нет. Конечно, я постараюсь в следующий раз не опаздывать. И чтобы снять напряжение, я позвоню своему начальнику и объясню ситуацию. Если меня уволят, это, конечно, неприятно. Но я прекрасно понимаю, что я смогу сделать выводы и найду более интересную работу, и, возможно, это к лучшему. Обо мне должны говорить... Обо мне не должны говорить плохо, потому что это не так. Было бы неплохо, если бы все люди про меня говорили идеально, и мне нравилось это. Но я прекрасно понимаю, что все люди разные. И что бы я ни делала, может быть, всякое. Да, конечно, как бы я ни поступил, все люди будут думать и говорить обо мне по-своему. И я не обязан удовлетворять их потребности. Я должна успевать все, иначе это докажет, что я плохая мать. Было бы неплохо, если бы я успевала все. Но я прекрасно понимаю, что это невозможно. Потому что, если я живой человек, я могу что-то не успевать. И обстоятельства могут говорить так, что что-то я не успею в этом жизни. И это вовсе не доказывает, что я плохая мать. Конечно, я постараюсь планировать более рационально, блять, и более продуктивно. Ай. Но я прекрасно понимаю, что в жизни бывает всякое. И если я что-то не успеваю, это вовсе не доказывает, что я плохая мама. А-а-а. Если я разочарую своего парня, то он может бросить, и это докажет, что я дура. Было бы неплохо, если бы я нравилась всем парням на этой планете. Но я прекрасно понимаю, что может быть всякое. И если я не понравилась своему парню, это всего лишь означает, что я не в его вкусе. Я не обязан соответствовать его ожиданиям. Может быть, всякое. Да, мне жаль, что мы не подошли друг к другу. И если он решит со мной расстаться, это вовсе не доказывает, что я дура. Просто у нас разные вкусы и разные отношения. Я должна быть здоровой. Я должна быть здоровой. Моё затяжное расстройство бесит меня. Было бы неплохо, если бы я всегда была здоровой, и моё расстройство невротическое закончилось бы достаточно быстро. Но я прекрасно понимаю, что мне придётся потратить время и усилия для того, чтобы справиться с этим. И это вовсе не доказывает, что я плохой человек. Или что... Сейчас. И это вовсе не доказывает, что я плохой человек и что я не имею права на своё расстройство. Я не могу вынести негативные отношения ко мне. Я хочу всем нравиться. Было бы неплохо, если бы я всем нравился. Но я прекрасно понимаю, что это невозможно. Потому что, что бы я ни делал, все люди подумают обо мне по-своему. Я вынесу негативное мнение обо мне. Потому что, если кто-то думает обо мне плохо, это вовсе не означает, что я плохой человек. Я никогда никому не понравлюсь. Потому что, все люди разные и я разная. И если я кому-то не нравлюсь, это нормально. Если я пойду в столовую с другими, они увидят, как медленно я ем. и поэтому будут считать меня странной, медленной, плохим работником. У нас нет в стране норм по скорости питания и потребления пищи. И это я придумываю себе фантазию о том, как обо мне подумают плохо. Было бы неплохо, если бы я всем нравилась. Но я прекрасно понимаю, что все люди разные. И они могут думать обо мне по-своему. И я не буду... Я поеду в столовую и буду есть так медленно, как только я хочу. Это мое задание, Галина. Вам задание пойти в столовую и есть медленно, намеренно, медленно и доказать себе, что от этого ничего из вашей жизни не случится. И если даже о вас кто-то подумает плохо, это вовсе не означает, что вы плохой человек или сотрудник. С моим мнением должны считаться. Было бы неплохо, если бы все разделяли мое мнение и считались бы с ним. Но если люди не разделяют мое мнение, это еще не означает, что они не считаются со мной. Это означает, что у нас разные вкусы, это означает, что у нас разные отношения к жизни и в этом нет ничего ужасного. Я не могу требовать от людей, чтобы они постоянно разделяли мои взгляды. Если я не покажу высший пилотаж в постели с девушкой, то она подумает, что я слабак. Было бы неплохо, если бы моей девушке понравился секс со мной. Но я прекрасно понимаю, что все девушки разные, и мы можем не подходить друг другу в сексе, и это нормально. Может быть, ей нравится специфический секс, который не нравится мне. Может быть, мы просто не подойдем физиологически или морально. Мы будем несовместимы. Это абсолютно нормально. К сожалению, правда жизни такова, что нам придется немножечко заняться выбором для того, чтобы понять, с какой девушкой мой секс больше подходит нам. И если я не понравлюсь кому-то в постели, это вовсе не означает, что я плохой мужчина. Это означает, что я просто не подхожу локально этой девушке. Врач не должен был ошибиться в третий раз. Было бы неплохо, если бы я не ошибался третий раз как врач. Но врач это человек. И, к сожалению, бывает так, что даже опытные врачи могут допустить ошибку. Конечно, мне нужно делать выводы из предыдущих ошибок и не ошибаться и быть более внимательным. Но жизнь такова, что, видимо, она пытается мне намекнуть на то, что я где-то что-то упускаю. Я разберу все ситуации и постараюсь ошибаться как можно меньше. И не буду за это себя тиранить. Я не могу вынести, когда моя свобода ограничена. Я чувствую себя ужасно и чувствую себя беззащитным. Это про невыносимый дискомфорт. Было бы неплохо, если бы я всегда чувствовал себя свободным. Но я прекрасно понимаю, что запертая дверь вовсе не означает, что я не свободен. Наверняка настанет период, когда эта дверь откроется. Да, возможно, мне придется потерпеть. Да, возможно, я буду чувствовать себя временно лишенным свободы. Но это я сделал поступки, которые привели меня к ограничению свободы. И если я хочу быть свободным, то я не должен делать поступки, которые, возможно, приведут меня к ограничению свободы. Поэтому прежде всего я должен здесь гневаться не на лишение свободы, а на те поступки, которые меня к этому могут привести. Я должна держать себя в руках. Было бы неплохо, если бы я всегда была сдержанная и идеальная. Но я живой человек. И даже если я занимаюсь когнитивной терапией, мы все живые люди. И мы можем быть утомлены, мы можем быть раздражены. Иногда у меня возникают ошибки, где мои убеждения еще недостаточно хорошо разобраны и меня может нести по автоматическим старым рельсам. И это вовсе не означает, что я плохая. Я приду домой, открою дневник, проработаю свои эмоциональные реакции и постараюсь сделать так, чтобы их было автоматически гораздо меньше. Фу, ребятки, спасибо. Примерно понятно, что наш алгоритм это постоянная импровизация. Понравилось? Мне было, вот я сейчас вам показал, что как бы мне внешне не было дискомфортно, мне очень липко и мокро. Тут все плавает в общем практически. Мне было дискомфортно по физиологическому состоянию, но это не сбило меня с мысли. Понимаете? Потому что, что бы ни происходило в вашем окружающем мире, вы должны уметь фокусироваться на том, что называется трезвость ума. Далай-Лама назвал это спокойствие ума, где вы несмотря на обстоятельства даже дискомфортные, продолжаете размышлять трезво и рассудительно. Всем понятно это? Такой пример ясен? прекрасно. Приходите на разборы со вторника, кто думает, рекомендую вам думать дальше. если вы хотите со мной лично в Москве познакомиться, пожалуйста, в эту субботу в кафе Рафемили у меня будет мастер-класс двухчасовой, можете послушать, поучаствовать, задать вопрос. 2-3 декабря, если хотите позаниматься со мной два полных дня, у меня будет большой семинар в Москве, прилетайте. до 20 ноября у нас большая скидка, стоит всего 10 тысяч рублей за два дня, поэтому кто хочет приехать в Москву на семинар, можете записаться у Татьяны с большой скидкой, 10 тысяч рублей за два дня вместо 15, до 20 числа в общем. В кафе будет бесплатно, да, а кто придет в кафе в субботу, поставьте плюсики, есть такие здесь. Или никто не из Москвы, наверное, да, вы же все из разных городов, Таня придет, Стасия придет, ну, увидите, уже тут два человека есть, кто придет, но мы с вами увидимся в выходные в эти. Хорошо, я понял, ребятки, возможно, Алексей придет, круто, буду ждать вас в понедельник на седьмом занятии, ваше домашнее задание, учиться философски размышлять на бумаге независимо от дискомфорта, который у вас присутствует. Все это поняли? Супер. Понравилось? Понравилось? Примерно поняли, как это выглядит? Это философия, это не рамки, это импровизация. Ясно? И что бы на вас не действовало, какие-то обстоятельства, вы должны сохранить трезвость ума. Это навык, которому надо тренироваться. Спасибо большое, увидимся в понедельник с кем-то в субботу, ну и настраивайтесь на разборы, потому что действительно будет очень интересно. Спасибо, до встречи, увидимся, пока. Счастливо.